В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! Вот о чем мы вам расскажем в выпуске. С опережением графика, но с нарушениями. К строительству мусоросортировочного завода в Дербенском районе у правоохранителей возникли вопросы. Какие? Смотрите через минуту. Строят незаконно или вовсе не строят? Махачкала стала антилидером по объему ввода жилья. Новый учебный год в новой школе. В поселке Семиндер готовится принять своих первых учеников современная школа на 12 тысяч мест. Ахульгой – вершина знаний. Под таким названием в Унцикульском районе состоялось масштабное мероприятие, которое собрало гостей из разных уголков Дагестана. С опережением графика, но без соответствующего разрешения. К строительству мусоросортировочного завода в Дербенском районе у Волжской природоохранной прокуратуры возникли вопросы. Установлено, что республиканский экологический оператор до сих пор не получил разрешение на строительство полигона. Кроме того, отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы. Гендиректору организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Махачкала стала антилидером по объему ввода жилья. Об этом говорят данные рейтинга РИА Новости. В исследовании города сравниваются по количеству квадратных метров, введенных в 2022 году в пересчете на одного жителя. При анализе экспертизы берут за основу статистику по официально зарегистрированному в Росреестре жилью. Так, столица Дагестана занимает 75 место в стране по этому показателю. В среднем около 20 квадратных метров приходится на одного человека. Говорит ли это о снижении объемов строительства в Махачкале, специалисты не сообщают. Низкая позиция региона во многом может быть обусловлена и большим количеством незаконных многоэтажек, которые не занесены в Росреестр. 1 сентября станет важной датой для жителей поселка Семендер. Здесь новая современная школа готовится принять своих первых учеников. Объект рассчитан на 12 тысяч мест, что позволит полностью решить проблему с трехсменкой. Это один из самых крупных образовательных проектов в республике с общей площадью более 23 тысяч квадратных метров. На объекте побывала и моя коллега Тамара Семедова. Ей слово. Школа поражает не только своими масштабами, но и возможностями. Четыре корпуса со спортивными и актовыми залами, два плавательных бассейна, пищеблок и 65 просторных суперсовременных кабинетов. Семендер очень большой на Северном Кавказе, считается это самый большой поселок. И одна школа, это строительство этой школы и необходимо было. Первый раз в первый класс и в новую школу. Не скрывает своей радости и семья Магомедовых, которые пришли сдать документы для принятия в школу их сына Амира. Рад, что открывается такая большая новая школа с современным оборудованием, оснащением, просторные кабинеты, удобство расположения между Красноармейским и Семендером, что удобно довозить детей. И очень большая необходимость была в чертах города, что дети ходят по три смены в школу, а здесь этого, думаю, не будет, тем более очень большое количество школьных мест. Проводя экскурсию по школе, директор Сапижат Мазаевна, за плечами которой более 20 лет стажа, рассказывает, как оснащены помещения. Но говорит, создание комфортных условий – это полдела. Теперь главное набрать профессиональный педагогический состав, подбор которых сейчас проходит тщательно. Школа по всем современным стандартам обустроена, оснащена, все сделано, укомплектовано. У меня учительский коллектив, все, ну, набираем коллектив, ну, все замы сидят, мы набираем. Ну, есть уже настрой такой боевой у всех, готово. Дети, которые переводятся с 58-й школы, есть которых мы сами приняли, ну, уже мы набрали где-то 700 с чем-то учеников по спискам, по этим. И думаю, будет укомплектация, по 25 учеников классы будет, ну, так приблизительно рассчитали, где-то 33 класса комплекта вот так у нас будет. В школе имеются медицинские и стоматологические кабинеты, а также современная библиотека. В свою очередь во дворе школы обостроены пешеходные тротуары и дорожки, установлены скамейки и урны. Здесь есть все, как в части образования, так и в части досуга. Тамара Самедова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. А вот в Кизелюртовском районе готовится к открытию новый детский сад на 250 мест. Его строительство началось еще в 2019 году в рамках национального проекта «Демография». Однако сдать объект в эксплуатацию удалось только спустя 4 года. Городские власти отказывались принять дошкольное учреждение на баланс, ссылаясь на некачественную работу подрядчика. Ошибки впоследствии удалось исправить, и теперь детский сад готовится к приему первых малышей. Двухэтажное здание отвечает всем требованиям и стандартам. Мы надеемся, что с открытием садика значительно сократим очередь в наш детский сад. Всего в очереди зарегистрировано 2,5 тысячи детей, охвачено детскими садами. И на сегодняшний день 1700 человек стоят в очереди. Открытие садика запланировано на 1 сентября. Не менее важное для города это то, что сказка обеспечила жителям района около 90 рабочих мест. Благодаря открытию садика имею возможность работать на сегодняшний день. И благодаря руководству города, что у нас открыли такой детский сад, мы будем иметь возможность принять более 300 детей нашего города в детском саду. Ахульго – вершина знаний. Под таким названием в Уцукульском районе, возле исторического места, состоялось масштабное мероприятие. Почтить память героев и вспомнить эпизоды Кавказской войны пришли тысячи людей из разных городов и районов республики. Подробнее в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Мы находимся в Уцукульском районе у подножия горы Ахульго. Мы видим, как на грандиозное мероприятие вечер знаний, который сегодня состоится на этой территории, люди поступают и поступают. Вот люди проезжают в основном с этого туннеля и отсюда восставляют свои машины, так как подниматься на машинах не разрешается. Уже отсюда метров, наверное, 100-150 люди пешочком проходят и занимают свои места. Сколько важно эту историю сохранить нашим детям, вообще для нас, чтобы мы ее знали? Просто почувствовать вот это, не знаю, соприкасаться с теми местами, которых был нашим мам, это очень важно. И хранить, чтить историю памяти этих предков очень важно. Учитывая, какие здесь сражения были? Да, то есть почувствовать все это, не знаю, у меня мандраж, просто не могу сейчас избыток. Я первый раз здесь, поэтому вот это все, волнение, трепет. А вон та вот гора получается, Ахульго, где эти сражения, все, проходим. Туда даже, ну, из-за этики, не разрешая туда подниматься, из-за этики к этим людям, там, где метра, наверное, нету, где шаги до Минипали. Вечер знаний постили около 10 тысяч человек. Они приехали из разных уголков республики. Среди гостей были и люди с особенностями здоровья. Не тяжело было, вот, в таком состоянии приехать сюда, принять участие, вот, скажите, по-моему. Нет, это трудно, это ерунда по сравнению с тем, что тут происходит. Но обязательно надо, молодым, в таком время, именно принимать участие. Такой барракад, неделю, галиму тоже, только и лаза, и все. Не без прошлого, нет настоящего, нет будущего, так же говорят. А как же, можно, да, из нашей истории? В соседнее селе, там, Сурхай был, здесь воевал, он, Мурид, он был, Шамильский. Вот он умер, вот здесь. Вот у него пашня, вот, вот. А, это с вашего села, который был? О, из нашего села, Сурхай был, Мурид, Шамиля. Ихний барракад, чтобы нам, кто-то остался, и нашим детям передали, и еще другим наследникам. Ну, чтобы защищали честь наших дедушек и бабушек, кто не воевал, кто не воевал, кто живет раньше. Поэтому мы хотим вот так, чтобы наши молодцы приучились к этому. Чтобы окунуться в историю, вспомнить их часть жизни, взять себе что-нибудь оттуда, стараться следовать, потому что это история, которая изменила ход событий, и еще история мусульман, и не только Северного Кавказа. Трехмесячная осада Ахульго, где находились имам Шамиль, его верный Муриде, впечатляет каждого человека, кто немного знаком с историей. Основные исторические события Мамы Шамиля в этом месяце происходили вот буквально на этой горе. Обратите внимание, там написано 183. На аварском написано сон, то есть в переводе означает 183 года прошло, как состоялись эти исторические важные, судьбоносные события для истории Дагестана и Российцева. Это для нас очень большая честь даже здесь находиться на самом деле, и внутренние чувства полностью выразить мы не можем. Холос священному, что мы здесь оказались достойными, и даже слова не знаю, какие даже подобрать, чтобы описать это место, это даже просто надо почувствовать на себе. Конечно же, на таких крупных мероприятиях обязательно обеспечивается общественная безопасность, и также в случае каких-то экстренных ситуаций в плане болезней, кому-то может плохо стать. Здесь также находится медперсонал. В основном у таких на крупных мероприятиях с чем обращаются пациенты? В основном обращаются давление у многих, поднимается солнечный удар бывает, у многих по пути плохо становится, у многих детям, взрослым. Ну, такие обращения бывают. А какую помощь в таких случаях оказывается в основном? Давление меряем, от давления препараты даем, снижаем давление. На самом мероприятии звучали строки священного Корана, маулиды, выступления учёных-богословов, бупаказ видеороликов и театрализованных сценок. Историки говорили о стойкости и мужестве имама Шамиля и его наибов в деле защиты религии и Родины. Книга по истории пишет, что больше 300 человек у имама остались здесь. Вместе с ним спаслись всего лишь 24 человека и те измученные, раненые, голодные. Поэтому из-за того, что здесь полегли большинство количеств учёных, которые позднее имам Шамиль говорил, самые лучшие, самые искренние мои соратники, они остались Ахульго, говорил он. Данное мероприятие, которое проходит на совершенной земле Ахульго, организованное Дагестанским гуманитарным институтом и сотрудниками этого института, проходит у нас на высшем уровне. И, альхамдуллах, что и Всевышний даёт возможность участвовать на данном мероприятии и мне самому лично. Такого рода мероприятия очень важно проводить, чтобы приобщать подрастающее поколение к истории, к духовности, к историческим скрепам наших предков, которые донесли до нас в таком виде, как мы сегодня имеем право быть здесь и вспоминать о том, что было. Организатором красочного и в то же время просветительского мероприятия выступил Дагестанский гуманитарный институт. Совместно с муфтиэтом в республике оно завершилось коллективной молитвой. Историческое мероприятие подошло к концу, приняло участие несколько тысяч человек. Сейчас верующие совершают коллективно вечернюю молитву, а далее отправятся к себе домой. Хамбур Магавитов, Санхали Гав, новости телеканала Айнан. Свежий взгляд на создание жилой среды. Мультирегиональный застройщик из Санкт-Петербурга. Официально открыл офис продаж в городе Дербент. Компания обещает комплексный подход в благоустройстве города и неповторимые локации при сохранении баланса цены. Подробности в следующем сюжете. Классическая музыка и вкусные угощения. Так Effect Development встречал своих гостей на официальном открытии офиса продаж. В дружественной обстановке партнеры по бизнесу и сотрудники обсуждали современную эстетику квартир, архитектуру зданий и успехи компании. Продажи жилого квартала «Гранатовый» стартовали в марте этого года. За чуть меньше, чем полгода мы реализовали 7900 квадратных метров. Это практически полностью один корпус. И, в принципе, компания достигла определенных положительных результатов при реализации проекта. В частности, говорили о жилом проекте «Гранатовый» в микрорайоне Южный. Обладателей заветных квадратных метров порадует вид из окна на горы, море и ландшафт древнего города. В скором времени приобрести можно будет и уже полностью готовую к заселению квартиру. Уникальная архитектура, смарт-планировки, панорамные окна, французские балконы, парящие террасы. Сейчас корпуса, которые реализуются, относятся к комфорт-классу. В ближайшее время мы планируем запустить новые корпуса, которые будут повышенного комфорта, комфорт-плюс и бизнес-класса. Мы мониторим пожелания покупателей, то есть есть запросы на квартиры полностью с отделкой. Поэтому мы предусмотрели в некоторых корпусах «Гранатовом» полностью отделку. То есть квартира будет вся отделана, просто покупателю будет достаточно взять с собой чемодан, тапочки, зайти и жить в квартире. И это даст возможность покупателю сразу купить квартиру в ипотеку уже полностью с отделкой. То есть это будет намного привлекательнее, потому что она у него будет защита уже в один договор. Это тоже что немаловажно. Автомобили постояльцев также будут надежно припаркованы. По законодательству есть требования к подземным парковкам, в том числе к электромобилям. То есть поэтому у нас предусмотрено, спроектировано в подземном парковке электрозарядки для электромобилей. Также они у нас предусмотрены на улице для комфортного пребывания автомобилистов на данных парковочных местах, чтобы у них была возможность зарядить свои машины. На месте благодаря технологии VR можно было воочию ознакомиться с тем, как будет выглядеть микрорайон совсем скоро. Отметим, что проектное финансирование производится от ведущего банка страны – Сбербанка. Реализация данного проекта микрорайона Южного – это наш главный партнер, который нам помогает. Это Сбербанк, непосредственно руководитель Сбербанка, отделение, которое непосредственно находится здесь, в Дельбенте. С помощью их в том числе мы реализуем данный проект. Мы единственные первые были в городе, кто получил проектное финансирование по 214 ФЗ в этом году. Говоря о компании, стоит отметить немаловажную лепту, которую она вносит в социальную жизнь региона, всячески поддерживая молодых талантливых людей или участвуя в благотворительности. Эффект Девелопмент, помимо того, что дарит жилой квартал Гранатовый, Дербенту, Республики Дагестан, еще и участвует во многих очень важных мероприятиях на нашей республике, является генеральным партнером высшей лиги КВН, также официальный партнер футбольной лиги, национальной футбольной лиги Дагестана, Дербентская футбольная лига. Грандиозный Ифтар, который проходил в Дербенте, тоже партнером был Эффект Девелопмент, благодаря его поддержке все получилось. Также Ифтар в шатре Рамадана, в центральной мечети Махачкалы. Телевизионные проекты поддерживают. Один из них – «Битва за лимон», которую наверняка зрители ННТ знают. Это проект канала «Наш национальный телевидение». В общем, мы очень классно взаимодействуем. Впереди множество проектов, о которых люди уже совсем скоро узнают. Ларианна Шемхалаева, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Дербент. В Минспорте поздравили дагестанских тэквондистов с последними успехами на всероссийских и международных турнирах. В беседе с главой ведомства Сажидом Сажидовым президент региональной федерации тэквондо Мута Калаев рассказал о новых победах спортсменов. Так, на прошедшем в июне первенстве России наша юношеская сборная стала лучшей в общем зачете. В активе дружины шесть золотых, а также две серебряные и шесть бронзовых медалей. По итогам этого турнира восемь тэквондистов смогут представить страну на первенстве мира, которое пройдет в конце августа в Боснии и Герцеговине. Тэквондисты поблагодарили министра за поддержку и вручили ему завоеванный кубок победителя. Кубок Адрия Рахмановича в море, который наш министр заслужил. Этот кубок должен быть у него. Успешно выступает и наша взрослая команда. Действующий чемпион России Магомед Расул Амаров выиграл рейтинговый турнир в Сенегале и имеет шансы поехать на чемпионат мира. Министр поздравил спортсменов с высокими достижениями, пожелал им новых побед и в целом положительно оценил работу федерации и тренерского состава команды. У каждого спортсмена есть мечта, наверное, это олимпийская мечта. И я думаю, у кого есть терпение, у кого есть желание, у кого есть стремление, цель и вера в себя, у этого человек добьется успеха. Вы уже как бы на ту ступеньку в вашем возрасте, когда вы уже стали призерами, чемпионами крупных мероприятий, вы уже о себе заявили, иметь в виду, должны продолжать в таком же духе, ни в коем случае не расслабляться. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok